Какова ситуация на нашей планете с природными катаклизмами и ожидается ли разрушительный природный катаклизм? В последние два десятилетия наблюдается резкий рост сейсмической вулканической активности на всей планете. Наряду с изменением ситуации геодинамической также наблюдается рост природных катаклизмов атмосферного характера. Если говорить о нанесенном ущербе, как о показателе катаклизмов, то в 2009 году нанесенный ущерб от природных катаклизмов составил 63 миллиарда долларов. В 2010 этот показатель уже возрос до 222 миллиардов долларов. И в первом квартале 2011 года экономический ущерб от природных катаклизмов составил более 320 миллиардов долларов, что само по себе является очень внушительным и может оказать катастрофическое воздействие на мировую финансовую систему и мировую экономику. Можно также продемонстрировать динамику роста числа землетрясений. Вот на этом графике представлен изменение месячного числа землетрясений с магнитудой более 6. И мы можем наблюдать, что в последние два десятилетия динамика сейсмической активности перешла в экспоненциальную закономерность. И вот такая же ситуация наблюдается для землетрясений с магнитудой превышающей 7. Вот график, который демонстрирует землетрясения с магнитудой более 7, то есть достаточно сильных землетрясений, он демонстрирует, что в последние два десятилетия динамика сейсмической активности в мире резко возросла, изменилась. И опять-таки, тренд этой динамики переходит в экспоненциальную зависимость. К сожалению, такая же картина наблюдается и в других видах, типах природных катаклизмов. В данном графике мы видим вулканическую активность. Изменение вулканической активности с 1900 года по настоящее время. Здесь тоже наблюдается такая же закономерность. Последние два десятилетия вулканическая активность резко возошла, число землетрясений увеличилось и опять-таки закономерность переходит в зависимость близкую к экспоненциальной. Какие регионы больше всего пострадают от землетрясений? Если говорить о регионах, которые могут пострадать, то хотелось бы отметить, прежде всего, то, что на нашей планете существуют сейсмические пояса. Это границы так называемых литосферных плит. И вот на этих границах происходит более 90 процентов сильнейших землетрясений. Но самые опасные для человечества это пояса сжатия земли, так называемые зоны субдукции и зоны коллизий, то есть где сталкиваются плиты. Первым следует ожидать активизацию огненного кольца. То есть в 2011 году этот процесс уже начался. Будет активизироваться зона, которую называют специалисты огненным кольцом, потому что в ней сконцентрировано огромное количество магматических действующих вулканов и наибольшее катастрофическое землетрясение тоже сконцентрировано в этой зоне. Она охватывает практически всю Юго-Восточную Азию, Индонезию, Филиппины, Японию. И вот здесь мы видим, вот как протягивается эта зона. И далее, естественно, она захватывает Дальний Восток, Алиутские острова и далее она переходит к западному побережью Северной и Южной Америки. Вот если мы посмотрим, то увидим, что вот Алиутские острова и западное побережье Северной Америки и Латинской Америки. Это самые опасные зоны, которые уже в 2011 году начнут активизироваться. И, в принципе, они уже себя показывают. Сейчас идет, например, очень сильная активность вулканическая, например, очень крупный вулкан в Чили извергается. И вот здесь, то, что касается сейсмической активности, большая опасность активизации разлома Сан-Андреас, который охватывает очень большую территорию Соединенных Штатов. В Калифорнии могут быть очень большие проблемы в связи с сильными землетрясениями. И также сильные землетрясения могут ожидаться в Мексике. Второй зоной, которая начнет активизироваться после начала вот этого Огненного Кольца, является Альпийско-Гималайская зона или Альпийско-Гималайский сейсмический пояс. Этот сейсмический пояс охватывает гигантскую горную систему, которая простирается от Альпийских до Гималайских гор. И сюда входит практически вся южная часть Европы. Сюда входит также Турция, Кавказ, Средняя Азия, страны Центральной Азии и с переходом, так сказать, к странам Юго-Восточной Азии. То есть эта территория вся будет охвачена, начиная с 2012 года, с сильной интенсивной сейсмической активностью. И пик этой сейсмической активности ожидается с 2013 по 2014 год. А в целом период высокой геодинамической активности, то есть когда будут очень активными землетрясения, вулканы, а также другие природные катаклизмы атмосферного характера, это период с 2011 по 2015 годы. А как будут проявляться другие природные катаклизмы? Что касается других природных катаклизмов, то я хотел бы остановиться на гулканической активности. По данным Гео-Ченч Международного Комитета, вулканическая активность также будет расти. И вот на данном графике, который показан, также ожидается повышение вулканической активности с 2011 года. То есть уже с середины этого года мы будем наблюдать резкое повышение сейсмической активности. Уже оно наблюдается. И в 2013-2014 годах также ожидается пик вулканической активности. Причем этот пик захватит и 2015 год, потому что существует некая закономерность между вулканической и сейсмической активностью. То есть вулканическая активность примерно на год может запасывать по отношению к сейсмической активности. И наконец я хотел бы сказать о активности цунами. Мы знаем, что цунами напрямую связано в основном с вулканической и сейсмической активностью, но прежде всего с сейсмической активностью. И интенсивный период цунами также нами прогнозируется на 2013-2014 год. Таким образом эти годы будут являться очень опасными для человеческой цивилизации. И к ним надо очень серьезно готовиться. Некоторые трактуют календарь Майя как приближение к концу света, который ожидается в декабре 2012 года. А как Вы можете прокомментировать это мнение? Если говорить о самом опасном периоде в 2011 году, то действительно в 2011 году ожидается, что самый высокий цикл сейсмической активности попадет на конец декабря 2011 года и на начало января 2012 года. Но как показано на этом графике, но это касается только лишь периода 2011 года. Но это не самый высокий пик за указанный период времени с 2011 по 2015. Как мы знаем, самый высокий все-таки будет в 2013-2014 году. Но если говорить о календаре Майя, который трактуется как конец света, конечно, мы не рассматриваем это так пессимистично. В этот период будут, конечно, сильные ожидаются катаклизмы, интенсивные, очень большой энергии, возможно, большие жертвы, возможно, какие-то проблемы, связанные с технологиями, индустриального характера. Могут быть даже смещены центры современной цивилизации, потому что катаклизмы могут нанести большой урон техническим инфраструктурам, индустриально развитым странам. Но мы не можем согласиться с тем, что речь может идти о гибели цивилизации человеческой. То есть каких-то изменений в геофизических глобальных параметрах Земли, около земного пространства и Солнечной системы в настоящее время не наблюдается, которые могли бы привести к гибели всего человечества, к гибели цивилизации рассматриваться как конец света. Это тяжелый период для человечества, это трудное испытание на прочность. И я уверен, что человечество, цивилизация достойно перейдет через этот период, через этот порог, и дальше его будет ожидать прекрасное будущее. Правда ли, что в 2012 году совпадут максимум нескольких циклов Солнечной активности? Да, действительно это так. В этот период прогнозируется совпадение циклов Солнечной активности нескольких порядков. Вот на данном графике продемонстрированы циклы разных порядков. Черным показаны 11-летние циклы Солнечной активности, которые очень хорошо известны, и их также называют циклами Вольфа, если они отражены в параметрах, в числах Вольфа. Затем мы видим еще один цикл, это 95-летний цикл, он показан здесь голубым графиком. И еще один цикл, который является расчетным, но по всей вероятности этот цикл, он действительно существует, это 300-летний цикл Солнечной активности. Существует еще один цикл, так называемый 22-летний цикл Солнечной активности. И вот в 2013-2014 годах максимумы всех этих циклов, они совпадают. И в результате вот такого наложения произойдет своеобразный эффект, резонансный эффект. Это приведет к еще большему увеличению амплитуды ожидаемого цикла Солнечной активности. 24-й цикл Солнечной активности, то есть тот, который сейчас наступает, он прогнозировался изначально как очень высокий. Затем в силу затяжки начала этого цикла, некоторые организации, такие как НАСА, они дали прогноз с очень низким уровнем Солнечной активности в 2013 году, но Геоченч, Международный комитет, изначально выдал прогноз с очень высоким уровнем Солнечной активности в 2013 году. Сейчас этот прогноз подтверждается, и наблюдаемое начало Солнечной активности и расчеты динамики тренда этой Солнечной активности показывают, что действительно в 2013-2014 годах амплитуда Солнечной активности 24-го цикла будет очень высокой, и она будет превышать амплитуду 23-го цикла Солнечной активности. Какие последствия для Земли будут иметь существенное повышение Солнечной активности? Солнечная активность влияет на очень многие процессы на нашей планете. Еще в начале 20-го столетия известный ученый профессор Чижевский обнаружил влияние Солнечной активности на очень многие биологические процессы, химические реакции, на некоторые процессы природного характера. Но сейчас уже эти исследования показали, что Солнечная активность также влияет на природные катаклизмы, на атмосферные явления, на атмосферные катаклизмы. Солнечная активность прежде всего влияет на магнитосферу Земли. Во время мощных вспышек на Солнце происходит очень сильное излучение поверхности Солнца, заряженных частиц и электромагнитного излучения, которое направляется по направлению к планетам Солнечной системы, в том числе к Земле. И вот этот процесс называется солнечным ветром. Он вызывает очень сильные возмущения в магнитосфере, в ионосфере Земли, возникают кольцевые токи. Это влияет, так называемая, космическая погода. Она влияет на атмосферные явления, безусловно. И сейчас уже доказано, что она оказывает определенное влияние на геологические процессы. Конечно, Солнечная активность не может создать землетрясение или вызвать извержение вулкана. Но мощная вспышка на Солнце может являться триггерным механизмом и повлиять на разрядку напряжения в очагах, в которых напряжение достигнет критических величий. То есть она как бы провоцирует землетрясение, которое должно произойти, но Солнечная вспышка ускоряет этот процесс. И вот этот факт, он сейчас, я бы сказал, что его можно считать доказанным, потому что существует очень много работ различных ученых, которые показывают существование и такой статистической связи, и возможность существования физической связи. Вот здесь на графике показано два процесса. Это 11-летние тихо-солнечные активности, они показаны голубым цветом. И это сильные землетрясения с магнитудой более 8, более равно 8, показаны красным цветом. И мы видим, что здесь существует достаточно ярко выраженная корреляция. То же самое существует и корреляция между другими природными катаклизмами. И просто ее надо, как говорится, правильно анализировать, правильно вычислить, и тогда такая корреляция становится ярко выраженной. А какие иные глобальные факторы могут иметь негативные последствия для Земли? Из глобальных геофизических параметров я бы хотел остановиться на скорости дрейфа магнитных кулесов. Дело в том, что магнитные кулеса Земли, они нестабильны, и они периодически смещаются на очень небольшие, незначительные, так сказать, расстояния и с небольшой скоростью. Но бывают периоды, когда магнитные кулеса начинают двигаться с очень высокой скоростью в определенных направлениях, и в эти периоды может произойти перепулюсовка. Иногда этого не происходит, тогда такие движения называются экскурсами. Например, магнитный полюс может северный дойти до экватора, а потом возвратиться в прежние положения. Но сейчас мы наблюдаем резкое ускорение северного магнитного полюса, и начиная с конца 90-х годов к 2003 году скорость возросла на 500%. И сейчас скорость сохраняется примерно на этом уровне. Это очень тревожный фактор. Не только потому, что магнитные полюса меняют свои места, изменяют свое положение. Прежде всего это связано с тем, что магнитное поле Земли, геомагнитное поле, оно формируется в ядре Земли. И вот эти процессы, которые происходят сейчас с магнитными полюсами, они свидетельствуют о том, что активность ядра Земли резко возросла. И вот в ядре Земли начались процессы выброса гигантской энергии. Таким образом, с одной стороны, повышение активности процессов в ядре Земли приводит к изменению геомагнитного поля. Но с другой стороны, это внутренняя энергия, которая активирует процессы в манте, и которая впоследствии приводит к тому, что движение литросферных плит ускоряется, конвективные потоки ускоряются, и в конечном итоге это сказывается на повышении вулканической и сейсмической активности нашей планеты. Таким образом, вот скачок в скорости дрифа северного магнитного полюса свидетельствует о том, что процесс геодинамической активизации нашей планеты уже начался, и в настоящее время мы находимся на его активной стадии. Как могут повлиять на человечество мощные вспышки на Солнце? Прежде всего, помимо влияния на природные процессы, на атмосферные явления, солнечная активность также может влиять на техногенную цивилизацию. В частности, мощные вспышки на Солнце могут привести к нарушению работы искусственных спутников Земли, они также могут привести к сбою электроники наземных систем управления, систем связи. Эти могут возникнуть проблемы на предприятиях, которые управляются сложными электронными системами, компьютерами и так далее. В частности, я мог бы привести в качестве примера то, что в 1859 году произошла очень мощная вспышка на Солнце. И эта вспышка вызвала очень большие проблемы, связанные с техногенной частью человечества. То есть, перегорели очень многие телеграфы, которые в тот период использовались. Были проблемы, связанные там, где использовались электричество и система передачи электричества. Но представьте себе, что это было в период нетехногенной цивилизации. Если бы аналогичная солнечная вспышка произошла бы, например, в наше время, то пострадала бы очень большая часть человечества с точки зрения техногенной катастрофы. То есть, это привело бы к нарушению связи, к нарушению электронных систем, систем управления. Могли бы возникнуть очень серьезные, чрезвычайные ситуации на предприятиях. И я думаю, что к таким последствиям, к таким возможным негативным явлениям необходимо готовиться. Солнечная активность, которая ожидается, она будет необычно высокая. И может повториться ситуация, которая произошла в 1859 году. В России разрабатывается проект «Интергелиозонд». Какую пользу принесет этот проект для снижения негативных влияний солнечной активности? Как известно, российский проект «Интергелиозонд» предполагает запуск космического корабля в 2015 году, который будет снабжен соответствующей аппаратурой для исследования Солнца, и который будет находиться на орбите, позволяющей исследовать Солнце с ракурса, который раньше никогда не был исследован. Самое главное в этом проекте то, что космический корабль позволит наблюдать за процессами на полюсах Солнца. Это очень важно, потому что именно на полюсах происходят процессы, по которым можно судить о изменениях солнечной активности, давать соответствующие прогнозы, более точные. И самое главное, это то, что именно с этого ракурса космический аппарат позволит наблюдать за выбросами солнечного вещества и за траекторию их движения. И в этом случае удастся делать более точные прогнозы солнечной активности, и самое главное, более точно прогнозировать последствия этой солнечной активности, этих солнечных выбросов для Земли и магнитосферы. Сейчас никогда важно иметь такую технологию, такую систему, для того, чтобы наблюдать за процессами, происходящими на Солнце. Ученые предупреждают, в ближайшие три дня на Земле могут происходить перебои с радиосигналом. Виной всего мощная вспышка на Солнце. Магнитный шторм ударил по планете уже сегодня и будет продолжаться вплоть до Нового года. Солнечная вспышка – это выброс солнечного вещества. Миллиарды тонн раскаленного газа выплевываются на скорости примерно 8 миллионов километров в час. Собственно, это видео показывает вспышку, которая произошла в августе этого года. Она была очень мощная, что потенциально могло бы привести даже к перебоям с электричеством, как это было в Квебеке в 89-м году. Но направлена она была в сторону от Земли. Сегодняшняя как раз устремлена на нашу планету. Любители космических спецэффектов ждут красочных последствий, вспышки, яркого северного сияния и, конечно, уповают на ясную погоду. Взяли всю минувшую ночь. И в эти минуты тоже спасатели и полицейские, несмотря на 30-ти градусный мороз, продолжают ходить по дворам, выясняя, какие разрушения повлекло за собой землетрясением, произошедшее в ТВ накануне вечером. Сила толчков достигала 9,5 баллов по шкале Рихтера. Такого в республике не было за всю историю сейсмонаблюдений. Отголоски землетрясения ощущались в нескольких сибирских регионах.